Здравствуйте, уважаемые земляки! Я Серебряков Иван Александрович, действующий депутат Законодательного собрания Красноярского края, таких, как я, называют оппозиционерами, но мне самому ближе понятие депутат со своей позиции. Как самовыдвиженец баллотируюсь на выборы в Законодательное собрание. 13 августа мне было отказано в регистрации на том основании, что, по мнению окружной избирательной комиссии, количество недостоверных, недействительных подписей, собранных в мою поддержку, превысило допустимые 5%. Но мы честно собирали их. Почти вдвое больше необходимого количества нами было собрано. Я сам контролировал ход проверки и столкнулся беспрецедентной по бесстыдству деятельности членов избирательной комиссии. Они делали все, чтобы не допустить моего участия в выборах. Понимая это, я хочу защитить мнение жителей, поддержавших мое выдвижение и положить конец произволу творящемуся и творящемуся в российской избирательной системе. А теперь по пунктам. На проверку мы сдали 3465 подписей, при необходимых для регистрации 3150. Количество брака в них не должно превышать 5%, то есть 173 подписи. При этом комиссия заложала ошибку в предстоящий подсчет, допустив 10% превышения необходимого количества сдаваемых подписей. 315. И все дальнейшие ее действия, как оказалось, строились вокруг подгонки результатов проверки именно под эти цифры. Первое. Нарушения в комиссии начались с того, что в ходе проверки члены избиркома самостоятельно исключили из подсчета 26 подписей, которые они посчитали поданными сверхустановленной нормой. Но у меня приняли ровно столько подписей, сколько позволял закон. Что задокументировано? Если даже подписей оказалось больше, то их исключение пререгатива только кандидата. Никто другой не имеет права за меня вычеркивать мои подписи. Это говорит конкретно закон. Не поставив меня в известность, члены комиссии нарушат постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации о методических рекомендациях, незаконно лишили меня этих подписей. Дальше больше. Второе. Как оказалось, к проверке подписных листов были привлечены люди, не имеющие на это права, накопав по собственному субъективному мнению 192 недостоверных и недействительных подписей, с чем мы были совершенно не согласны. Они не заверили ведомости проверки своими подписями, испугавшись и понимая, что нарушают закон. При этом нарушили требования постановления Центральной избирательной комиссии о методических рекомендациях по приему и проверке подписных листов. Они превратили ведомости проверки по существу в Филькину грамоту. Мы выяснили, почему они отказались заверять свою так называемую работу. Но об этом позже. После завершения работы так называемой рабочей группы подписные листы пошли в проверку адресных паспортных данных в системе ГАЗ-выбор. Которая показала высокое качество работы сборщиков, мы потеряли только 8. Вдумайтесь в цифру, только 8. Два дня работы экспертов, подчерковедов из МВД дали возможность комиссии исключить еще 53. Вдумайтесь, только 53. Это не то, что по всей стране, где кандидатов снимают по заключению экспертов либо по заключению системы ГАЗ-выборов. В нашем случае показали высокое качество проверки подписных листов и их сбор. После этого комиссия оставалась составить только ведомости проверки по каждому из выявленных нарушений и на них основе собрать итоговый протокол подписных листов. И тут оказалось, что всех выявленных якобы нарушений недостаточно для того, чтобы отказать не в регистрации. Поскольку субъективное мнение членов комиссии, проверяющих подписи, противоречит требованиям федерального закона номер 67 об основных гарантиях избирательных прав, осознав это, председатель окружной избирательной комиссии Оксана Кучева в ночь на 11 августа собрала доверенных членов избиркома и организовала внесение дополнительных изменений в итоговые ведомости проверки подписных листов. Меня, как кандидата комиссии, о своем заседании не уведомило. Торопясь наковырять нарушения и не находя их, члены комиссии исключили не только совершенно достоверные подписи, но и внесли в них изменения, дорисовав цифры и море о богу. Не понимая, что творят, они фальсифицировали даже результат подсчета экспертов-почерковедов МВД, приписав к недостоверным еще пять подписей. Фальсифицировали результат подсчета экспертов-почерковедов. Когда я узнал происходящим и прибыл в избирком, то заставил всех тех же людей, не имеющих права работать с подписными листами. Зафиксировав нарушение, мы вынудили председателя комиссии остановить произвол. Но дополнительно 150 якобы недействительных подписей она все же внесла в итоговый протокол, доведя общее количество спаиваемых подписей до 359. Это вызвало возмущение даже у членов рабочей группы, которые отказались подписывать итоговую ведомость. По их мнению, подобные подписи в протокол носить нельзя. И поэтому член рабочей группы, который занимался проверкой воплощей, оставил свое особое мнение. Видимо, испугавшись, содеянно, наутро председатель комиссии сообщил, что принято решение вернуть мне 57 подписей, признанных ночью недостоверными. Некая Наталья Потапенко, которая не имела права на работу с ними и признав тем самым факт нарушения. Не просто не имела права, она даже не входила как член рабочей группы. Хотя закон четко требует, чтобы с подписями работала только рабочая группа. Затем председатель комиссии Кучерова шла на фальсификацию результатов проверки. Зачем? Объясню. Она, как специалист, понимала, что выявленные якобы нарушения не являются таковыми. Например, якобы неполное указание места жительства избирателя, поставившего подпись. Но статья 37.67 закона определяет, что адрес места жительства может не содержать каких-либо реквизитов, в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию. В нашем случае это указание региона. Что характерно, ЦИК и Края избирком придерживаются такой же точки зрения. Поэтому вопрос. По нашей информации, в процессе проверки избирательной комиссии было установлено 96 подписей, в которых не содержались такие данные, но однозначно воспринимаются как место жительства избирателя. Все они, вопреки требованиям закона, были признаны комиссией недействительными. В ходе ночной гонки по приписыванию нарушений комиссия признала несвидетельными 20 подписей, имевших сокращение в сведениях об избирателях. Этим комиссия нарушила требования статьи 8 Федерального закона номер 67 об основных гарантиях избирательного права, где совершенно однозначно говорится о том, что не могут служить основанием для признания подписей избирателя недействительной сокращения слов и дат, не препятствующих однозначному восприятию его сведений. Членами комиссии к недостоверным отнесены 32 подписи с имевшимся по мнению проверяющих по марке. В постановлении Центральной избирательной комиссии номер 9 дробь 75 8 говорится, что не могут считаться исправления по марке, не препятствующей однозначному толкованию сведений. Более того, Центральная избирательная комиссия рекомендует определение исправлений проводить на основе заключения эксперта подчерковеда. Но работавшие с нашими подписями эксперты МВД никаких нарушений в части помара не установили. Еще по 12 подписям, указанным в ведомости проверке, совсем не оказалось нарушений. Их, видимо, привисовали в спешке, ночью. Итало, по мнению наших специалистов, 191 подпись должны быть исключены из числа недействительных и недостоверных итогового протокола. Простая математика 359 минус 191 равно 168. Достаточно для прохождения 5% барьера. Скорее всего, эти сведения были и у председателя избирательной комиссии. Потому что дальнейшие действия иначе как преступными назвать трудно. В постановлении Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 9 июня 2021 года номер 9 дробь 75 8 говорится Результаты проверки подписных листов вносятся в ведомости проверки, где указывается основание признания подписи недостоверными или недействительными с указаниями номеров папки подписного листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из таких подписей. А статья 38 67 закона на выборах наделяет кандидатам право получить в комиссии одновременно с копией итогового протокола заверенные копии ведомости проверки подписных листов. Так вот, все представленные комиссии ведомости составлены с нарушением закона. В постановлении Центральной избирательной комиссии о методических рекомендациях по примеру о проверке подписных листов говорится о том, что каждый лист ведомости в обязательном порядке подписывается проверяющим. Зная об этом, члены комиссии ведомости не подписали. Теперь невозможно установить, кто проводил проверку, по каким параметрам и с каким результатом. Но есть особое мнение члена рабочей группы, который говорит, что она не участвовала как член рабочей группы в проверке подписных листов. Не участвовала, а участвовали абсолютно посторонние люди. Иначе как попытка избежать личной ответственности за совершаемое преступление это назвать трудно. Последние два обстоятельства выдача фальсифицированных ведомостей, проверки и отсутствие на них заверительных подписей участника привели к тому, что невозможно определить, какие подписи признавались комиссией и по каким основаниям недействительными и недостоверными. В таком случае статья 76 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав предусматривают регистрацию кандидата на том основании, что избирательная комиссия не известила кандидата, объемевшийся по его мнению нарушением. Таким образом, все подписи, признанные избирательной комиссией недействительными и недостоверными, за исключением УВД и ГАЗ, а таких подписей 53 плюс 8 соответственно, которые были оформлены должным образом, следует исключить из итогов протокола, а это 61 подписи. Таким образом, представленных подписей достаточно для принятия решения о регистрации кандидата. Но это, повторю, математика. Для меня важнее установить заказчиков и организаторов этой фальсификации. Дело в том, что в ходе заседания окружной избирательной комиссии, где выносилось решение об отказе мне в регистрации кандидата, председатель комиссии была вынуждена согласиться со всеми нашими доводами. Но что-то или кто-то заставило принять незаконное решение. Что это, если не воспрепятствование осуществлению граждан своих избирательных прав в чистом виде, совершаемое членами избирательной комиссии по указке чиновников из мести за мои правомерные действия в рамках депутатской деятельности. Налицо, как я понимаю, попытка организованной группы, во главе которой, скорее всего, стоят высокопоставленные чиновники Красноярского края воспрепятствовать законной деятельности избирательных комиссий и подстрекательство к противоправным действиям. Вот это, к сожалению, не ново для российской избирательной системы. Новым является взгляд на решение проблемы. Характер действий членов комиссий и тех, кто за ними стоит, по мнению специалистов, может попадать под действие федерального закона номер 114 о противодействии экстремизму. А его правоприменение позволит снять вопросы о легитимности российских выборов и решить проблему фальсификации их результата. Надо рассматривать преступления в ходе выборов как попытку захвата или присвоения властных полномочий преступным путем и судить их участников по самым серьезным статьям. Хватит играть с ними в казаков-разбойников. Как показывает опыт, 1000 рублей штрафа или условное осуждение их не останавливает. Осудили у нас в Свердловском районе Красноярска недавно трех сотрудников детсадов к условным срокам. За фальсификации во время дня голосования. И что? Фальсификации не прекращаются. Ни заказчиков из числа высокопоставленных чиновников, ни исполнителей из числа членов избирательных комиссий это не останавливает. В то время, как президент Российской Федерации требует проведения честных и легитимных выборов, а Запад готовится не признавать их результаты из-за многочисленных нарушений, красноярские чиновники и члены избиркомов демонстрируют полное презрение к нам с вами и нашему государству. И этого я им как депутат и как гражданин простить не могу. Вопрос принципиальный касается не только меня, но и всех нас. Защитить наше избирательное право становится делом чести, потому что, добиваясь справедливого суда над фальсификаторами, мы защищаем нашу Родину, свое гражданское право и человеческое достоинство.